МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Парасад. Программа Североказахстанского государственного университета имени Монаша Козыбаева. И с вами я, ее ведущий, Богдан Петров. Студенческая жизнь яркая и интересная. Ориентиром в ней послужит наша программа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены Республиканского общественного совета с рабочей поездкой побывали в Северо-Казахстанской области. Цель визита – ознакомление с ходом реализации пяти социальных инициатив главы государства в нашем регионе. Одним из пунктов посещения делегации стал наш университет. Подробности смотрим далее. Гости первым делом встретились со студентами, обучающимися по программе СЕРПЭН, и узнали об условиях их проживания и обучения. В этом году в рамках данного проекта в СКГУ имени Монаша Козыбаева поступили более 500 человек. Я учусь на специальности информационной системы. Здесь мы живём в общежитии университета. Мне всё очень нравится. Хорошие условия, сильные преподаватели. Есть всё необходимое. Популярный блогер Галым Байтук отметил хорошую динамику работы СКГУ как одного из лучших университетов республики. Я хочу вас уверить, что этот ВУЗ очень сильный ВУЗ. Этот очень ВУЗ сильный. Возможно, нужна была какая-то перезагрузка с приходом. Вот нового ректора мы видим это. Это очень важно. И у ВУЗа очень большой базис, у ВУЗа очень большая история. Он один из первых ВУЗов в нашей стране региональных. И был самым сильным ВУЗом по некоторым специальностям даже Казахский государственный институт в то время Кирова, а сейчас Альфа-Раби. Он уступал по некоторым специальностям. Затем состоялось заседание с участием руководителей госорганов и общественности региона. Общее количество грандников в нашем ВУЗе более 1200. Из них 75 за счёт средств местных исполнительных органов. 99 – Акимата города Астаны. Проинформировал собравшихся ректор Серик Омербаев. В настоящее время нашим университетам ведётся подготовка кадров по 59 образовательным программам бакалавриата, 32 программам магистратуры и 6 программам докторантуры. То есть мы полностью реализуем трёхуровневую систему подготовки кадров, общепризнанной в мире. Количество обучающихся в этом учебном году у нас составило 7198 человек. Это в два раза больше, чем три года назад. Выделение дополнительных бюджетных мест стало возможным благодаря третьей инициативе президента. Это позволило сократить отток выпускников школ и колледжей области на 13%. А сама доступность высшего образования возросла на 40%. Как известно, доступность обеспечивается прежде всего за счёт расширения спектра образовательных услуг, которые оказывает ВУЗ, и за счёт увеличения объёма приёма как по госзаказу, так и на платной основе. В плане расширения спектра образовательных услуг нами только в 2018 году открыты 22 новые специальности по направлениям образования, технической науки, технологии, сельскохозяйственной науки, социальной науки. В том числе мы по бакалавриату открыли 12 новых специальностей, по магистратуре 9 новых специальностей, и по докторантуре 2 новые специальности. Говорили и об улучшении условий проживания студенческой молодёжи. В этом направлении имеются большие планы, которые совсем скоро найдут своё воплощение. Так, нехватку более чем 2000 мест планируют ликвидировать путём строительства новых домов студента. Сейчас ведётся подготовительная работа. Собственными силами ВУЗом проведён капитальный ремонт в общежитии номер 3, а также переоборудован учебный корпус номер 10. Это позволило улучшить жилищно-бутовые условия обучающихся и создать новые места. Члены общественного совета положительно оценили работу ВУЗа. Встреча продолжилась обсуждением других инициатив президента с руководителями местных госорганов. В нашем университете состоялся международный симпозиум молодых учёных «Кызлжар-2018». Наша съёмочная группа побывала на мероприятии и узнала подробности. Смотрим сюжет. Основная тема симпозиума – развитие туризма приграничных территорий Казахстана и России. Открывая встречу, ректор СКГУ имени Монаша Кузыбаева Серико Мирбаев поприветствовал собравшихся и рассказал о развитии науки в университете. Большое внимание в своём докладе он уделил сотрудничеству с фондом первого президента, который является соорганизатором симпозиума. Воспользоваться такой возможностью и принимать активное участие в тех проектах, которые выдвигает фонд первого президента, участвовать в конкурсах, становиться победителями, обладателями этих стипендий. Наш университет занимает приграничное положение, Поэтому на протяжении всей своей истории огромную роль в развитии и укреплении научно-исследовательского потенциала играли как раз-таки наши прочные связи с российскими вузами. Тема симпозиума выбрана не случайно, ведь мероприятие проходит в рамках предстоящего форума с участием глав двух государств, который состоится в Петропавловске 9 ноября. Об этом, а также о развитии туристической отрасли в регионе, в своем выступлении говорил заместитель Акима области Мадьяр Кожахмет. На сегодняшний день количество туристов, посетивших регион с целью отдыха, увеличилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Туристические потоки в области за 2016-2017 годы наблюдаются из 61 страны. Основные туристические потоки представлены у нас семи странами. При этом, конечно же, наибольший поток туристов – это Российская Федерация. В дни проведения форума в стенах нового теннисного центра состоится казахстанская российская туристическая выставка с участием государственных органов турбизнеса, авиа и ЖД-перевозчиков Российской Федерации и Республики Казахстан. Пользуясь случаем всех участников, приглашаю принять участие в этой грандиозной выставке, которая расходит весь туристический потенциал наших двух стран. От имени фонда первого президента к собравшимся обратился Сухраб Жапаров. По словам спикера, поддержка исследователей – одна из приоритетных задач организации. Особый импульс двустороннему сотрудничеству дало признание Совета молодых ученых из КГУ лучшим в республике по версии фонда. «Сегодня были собраны молодые ученые со всех регионов республики для того, чтобы обсудить перспективы взаимодействия именно приграничных районов в плане туризма, экономики туризма, развития регионального туризма именно двух государств. И с этой целью фонд первого президента поддержал эту инициативу, этого университета. А сегодня мы переходим в такую практическую плоскость и организовывается вот этот симпозиум молодых ученых для того, чтобы реализовать развитие именно научного потенциала молодых ученых не только в центральных городах республики, но и в регионах». Занятие наукой и поддержка молодых ученых является одним из факторов, определяющих развитие нации в современном мире. Поэтому важная задача мероприятия – способствовать формированию в Казахстане сообщества специалистов, ведущих исследования в области туризма. Ученый из России Дмитрий Черных занимается исследованием водных и экологических проблем, решение которых является одной из основополагающих дальнейшего развития туристических зон. «Объектом исследования нашего института является вода. Как известно, существенная часть Казахстана и некоторая часть России находятся в засушливых областях, где вода является дефицитным ресурсом, одним из важных ресурсов. А как мы знаем, что в ближайшее время водная проблема в мире станет, вероятно, одной из ключевых. И ключевым ресурсом вода будет, придёт на смену нефти и газу. И, как говорят, все конфликты и проблемы будут из-за воды». Всего симпозиум продлится три дня. Для его участников запланированы обзорные экскурсии по Петропавловску, дискуссионные площадки по экономике и географии туризма, а также поездка в один из самых живописных уголков Северного Казахстана – Аиртауский район. В Североказахстанском государственном университете имени Монаша Козыбаева состоялась встреча с президентом Республиканского общественного объединения «Кахармандар». Наши корреспонденты побывали на встрече и узнали о целях визита гостей. Годы репрессий стали самыми печальными страницами казахстанской истории. Тогда изменниками родины назвали тысячи наших соотечественников. Среди них – выдающиеся представители казахской культуры и науки. На встрече в университете президент Республиканского общественного объединения «Кахармандар» Сабыр Касымов отметил, что главная задача фонда – увековечение памяти жертв репрессий, полная реабилитация тех, кто погиб в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Казахстана. Широкий анализ масштаба республики, опыт накопленный, показывает, если этот вопрос анализировать в рамках международных стандартов, практики других государств, которые получили независимость. Многие категории именно этих, кто боролся за свободу и независимость, они остались не реабилитированы. В память о многочисленных жертвах в нашей стране проводится множество мероприятий. Открываются выставки в музеях, публикуются новые данные, возлагаются цветы на мемориалы. Большую работу по увековечению их имён проводит общественный фонд «Память», руководит которым Булат Сагандыков. «С нами была проведена большая работа по открытию в Петропавловске мемориала памяти жертв политических репрессий. Он стоит возле театра имени Николая Погодина, на том месте, где было здание НКВД. В стенах учреждения были расстреляны более чем полторы тысячи жителей нашего региона. Там была пролита кровь моего отца. Мы, нынешнее и будущее поколение, не должны забывать эту великую трагедию». Подобные встречи призваны напомнить нам о том, какие трудности выпали на долю предыдущих поколений. Работа по увековечению их имён помогает в полной мере осознать достижения нашей независимости, главными из которых являются мир и согласие в казахстанском обществе. Талантливый человек «Талантлив во всём». Это выражение как никогда подходит студентке Диане Сутуловой. Она со школьных лет занимается игрой на фортепиано, а также рисованием. О своём творческом пути она расскажет нашим дорогим телезрителям сегодня в рубрике «Наши таланты». Диана, что ты рисуешь? Я сейчас рисую свою сестру, она сейчас далеко, я по ней очень скучаю. Рисовать её очень легко, у неё очень выразительные красивые карие глаза, улыбка, милое лицо. Ну и вообще я её очень сильно люблю. Надеюсь, что он скоро приедет и я подарю ей этот рисунок. Вот так рождаются настоящие шедевры молодой художницы Дианы. В своих картинах она изображает всё, что её окружает. Взяв в руки карандаш однажды, она вот уже шесть лет занимается этим искусством. У каждой работы своя история, поэтому, как признаётся Диана, все они ей очень дороги. Рисовать я начала с восьмого класса. Вообще в школе не любила рисовать, потому что у меня с учителем по рисованию были разные взгляды на творчество. Я там рисовала всё в зелёном, либо всё в синем. В цвете у меня был синий лес, зелёные дома. И у нас с ней постоянно были разногласия. Ну, после шестого класса я точно знала, что я могу рисовать. И поэтому я в восьмом классе летом просто сидела и смотрела всякие видео, как рисуют люди. И мне понравилось рисовать глаза. Я начала читать про то, как правильно нужно блики, расставлять свет. Первый рисунок был глаза. Ну, тут я сейчас вижу, что тут много чего было, ошибок. Но я его не уху. Ты даже подписывай в 2013 год. Вот первый рисунок. Я вообще начала рисовать с глаз, потому что помню то, что там видео было про наброски. И я не знаю, я всегда, когда мне там грустно, плохо, я просто сажусь и рисую глаза. Они как-то успокаивают. Особое место в творчестве Дианы занимают портреты. Для того, чтобы нарисовать человека, должно быть особое вдохновение, признаётся наша героиня. При этом рисует она не только друзей и родных, но и известных людей. Самым важным моим рисунком является рисунок Джонни Деппа. У меня их несколько. Просто я люблю этого очень сильно актёра. И вот после того, как я более-менее начала рисовать, я начала рисовать его постоянно портреты. Я, например, послушаю какую-нибудь песню или посмотрю какой-нибудь фильм, и мне хочется нарисовать человека. Если у него какие-нибудь есть особенные черты внешности. Есть. Ну, когда меня, например, просят некоторые люди нарисовать, я, например, не хочу их рисовать. У них внешность, мне там что-то не нравится, и поэтому я не могу их рисовать. Кумиром для нашей героини является Леонид Афремов, современный белорусский художник-импрессионист. Диана вдохновляется его работами и сама пытается создавать картины в похожем стиле. Вот эти вот, это срисовки с работ Леонида Афремова. Он рисует мусками, но я нарисовала акварельными карандашами. Мне нравятся его работы, потому что он может, например, тремя мусками показать небо, и ты будешь точно уверен, что это небо. Просто не вот не в деталях он рисует, а просто мусками. Еще одно увлечение Дианы – игра на фортепиано. Это хобби, теперь уже она планирует сделать своей профессией. В своей родной Явлинке она окончила музыкальную школу, поэтому, поступая в СКГУ, в выборе специальности вовсе не сомневалась. Я целенаправленно шла на музыкальное образование, потому что я хотела свою жизнь связать с музыкой. Я бы хотела, помимо музыкального образования, получить какое-нибудь другое еще образование, связанное с искусством. И, может быть, в дальнейшем мне связать не только с музыкой, но и с искусством своей деятельности. Для нашей героини игра на фортепиано и рисование – это не просто увлечение. Это глоток свежего воздуха, возможность отдохнуть и погрузиться в беззаботный мир творчества. Например, после трудного дня или тяжелого дня просто прихожу домой. Или, например, в пятницу приезжаю, могу сесть и рисовать, рисовать, рисовать. Я только очнусь где-то в 4 часа утра. Я просто ухожу в другой мир, отключаюсь. Мы очень рады, что в нашем университете учатся такие талантливые люди, как Диана. От всей души хочется пожелать нашей героине побольше вдохновения и творческих успехов. Североказахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева – это уникальный мир образования, науки и творчества. Здесь обучаются порядка 5,5 тысяч человек. Подготовка ведется по трехуровневой системе – бакалавриат, магистратура и докторантура PHD. Наш вуз – колыбель новых кадров для страны. Будущие педагоги, технологи, агрономы, экономисты, инженеры, специалисты в области IT всегда востребованы на рынке труда. 90 – таков процент трудоустройства наших выпускников. Успешная карьера начинается здесь. СКГУ – это инновационные методы преподавания на трех языках. Современные научные центры и лаборатории – астрофизики, робототехники, микроэлектроники, агробиотехнологии и другие. СКГУ – это более 130 вузов-партнеров по всему миру, а значит, возможность обучения по академической мобильности в вузах Европы и СНГ. СКГУ – это динамичная студенческая жизнь, веселая и творческая, высокие спортивные достижения. Три студенческих общежития на 1126 мест. Запланировано строительство еще двух современных домов студента. Наш вуз сочетает 80-летние традиции и прогрессивные образовательные технологии. Североказахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева. Твоя дорога в счастливое будущее! На этом наша программа подошла к концу. Также выпуски «Парасад» вы можете увидеть на сайте www.nkzu.kiz. Читайте наши новости в социальных сетях – Facebook, Instagram, ВКонтакте. Увидимся через неделю в это же время. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!